С вами канал Учебник Вслух. Окружающий мир, второй класс. Тема урока «Россия – многонациональная страна». Конституция России начинается словами «Мы – многонациональный народ России». Что означают эти слова? В России живёт более 150 народов – русские, татары, эвенки, башкиры, евреи, осетины, калмыки и другие. Больше всего в нашей стране русских. А все вместе мы – россияне, граждане России, страны, объединяющей много больших и малых народов. Рассмотри рисунок, сравни представителей разных народов, какие особенности национальных костюмов ты сможешь назвать. Родная природа – часть Родины. Прочитаем стихотворение Безбородова «Лес». Лес мой ветвистый, густо-зелёный, Тень подарили мне ясени, клюны. Часто брожу я в чаще отрадной, Шум твой протяжный, Слушаю жадно. Рассказ Баталова «Мать-героиня». Эта могучая ель как будто нарушена выросла на холме, посреди открытого поля, словно в лесу ей не хватало простора, света и воздуха. Снизу на несколько метров у неё идёт обычный ствол, а потом он разветвляется, и дальше тянутся вверх уже семь макушек, целая рощица от одного корня. Люди любовно прозвали эту ель «Мать-героиня». Стихотворение Сергея Есенина «Пороша». Еду, тихо, слышны звоны под копытом на снегу, Только серые вороны расшумелись на лугу. Заколдован невидимкой, Дремлет лес под сказку сна, Словно белую косынкой повязалась и сосна. Понагнулась, как старушка, Оперлась и на клюку, А под самою макушкой Долбит дятел на суку. Скачет конь, простору много, Валит снег и стелет шаль, Бесконечная дорога Убегает лентой вдаль. Почему люди разных национальностей Должны жить в мире и дружбе? Прочитаем стихотворение Ахматовой «Конёк-горбунок». Гуляют сказки по земле Ершова, Дорожки детства расстелив у ног, И серебрится месяц, как подкова, Которой был подкован горбунок. И, кажется, полжизни не минуло, И всё сначала я начать должна. Девчонка из чеченского аула, Я русской сказкою поражена. В моей Чечне прекрасны были кони, Но я ждала минуты, дни, века, Что среди всех коней на горном склоне Увижу я однажды горбунка. Ершов — умелец, сказочник, волшебник, Умеющий пол мира подарить. Он подарил мне сказку, как учебник, Чтоб я училась чудеса творить. Была дорога доброй сказки длинной, Сквозь расстояние и времена, И все народы радостью единой Навек умела связывать она. Я вспоминаю давний вечер снова, Аул, аргун шумит невдалеке, И мама говорит стихи Ершова Мне на волшебном русском языке. Помогло ли тебе стихотворение Раисы Ахматовой Ответить на вопрос о дружбе народов? Как ты думаешь, почему поэтесса Называет русский язык волшебным? Какие сказки других народов ты знаешь? О чем они рассказывают? Можно ли сравнивать сказки разных народов? Что их объединяет? Чем они различаются? Прочитаем отрывок из башкирского сказания «Красавица Хумай». В золотом дворце своем Птица-девушка жила, Брови словно два крыла, Черные косы, грудь бела, Из подстрельчатых ресниц Очи ярче всех зорниц. Дивные волны кос густых Извинят монеты в них, Как у пчелки тонок стан, Голос ей хрустальный дан. Он поет на весь наш край, Имя девушки – Хумай. Каждый народ талантлив. У каждого народа свои не только песни, сказки, танцы, Но и предметы искусства. Среди русских много мастеров по плетению кружев. Во всем мире известны русские деревянные игрушки. Жители Крайнего Севера врезают удивительные предметы из кости, А представители многих народностей Дагестана Испокон веков славятся своими коврами и изделиями из металла. Рассмотри фотографии предметов народного искусства. Обрати внимание на их форму, узоры, раскраску. Можно ли сделать вывод, что предметы народного искусства любого народа красивы? Какие предметы народных промыслов есть у тебя дома? Откуда они? Страна одна, но разная она. Эвенка радует снегов голубизна. Карелу – дорог блеск лесных озер. Освану – гордый облик диких гор. Объясни, что означают выделенные в тексте стихотворения слова? Наша Родина, Россия, объединяет много разных народностей, каждая из которых имеет свои особенности – язык, историю, литературу, искусство. Но мы – граждане одного государства, и поэтому должны жить в мире и согласии. Тогда все будут счастливы. Игорь Негода. Продолжение следует...